Внимание! Внимание! Открывается веселое гуляние! Терпим честной народ! И для масленица ждет! Добрый вечер, честной народ! С праздником вас встречаем! Счастья и здоровья всем желаем! Сегодня четверг! Веселый раз гуляй! А в празднике принято гостей встречать! Хлебом, солью величать! И мы встречаем почетные гостей на нашем празднике депутата Московской областной думы Черкасова Николая Ивановича! По традиции старинной хлебом, солью встречать, вот это была блинная неделя! Мы блинами вас встречаем! Ответайте! Добрый день, дорогие друзья! Я с большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в этом празднике, посмотреть, как вы его организовали! И вижу, что очень хорошее настроение! Я рад, что на этом празднике и взрослые, и дети! Действительно, этот праздник, наверное, один из самых любимых в нашей народе! Тем более, как вот так широко, долго, весело, интересно, с выдумкой, с изюминкой, как это у вас бывает, я знаю всегда, вы отмечаете этот праздник! И, конечно, хотелось бы, чтобы вот этот хороший праздничный, радостный настрой, он сохранился на весь год, и уже чувствуем, зима уходит, уже солнышко светит по-весеннему, птицы запели по-весеннему, зиме конец, и, в общем-то, все мы связываем большие надежды с новой весной, летом, с самым, наверное, любимым для детворы времени года! Ну и, конечно, в нашей жизни, прежде всего, у людей взрослых, тоже нас ждут большие события, мы вступили в очень серьезный, ответственный, важный для всей нашей страны год, сейчас, вы знаете, у нас предстоят выборы президента, затем у нас состоится долгожданное событие, одно из самых любимых во всем мире, чемпионат мира по футболу, который тоже пройдет в нашей стране, затем осенью, в сентябре месяце, нас ожидают еще одни выборы, выборы губернатора Московской области, и все это, конечно, не может не радовать в том смысле, что жизнь в какой-то части стабилизировалась, какие-то проблемы нам удалось решить, что-то еще остается перешенным, и, конечно, все мы встречаем весну, надеемся на то, что весной мы начнем новые работы, прежде всего, по благоустройству, вот в вашей территории, а здесь объем работ предстоит очень большой, прежде всего, конечно же, это, наверное, дороги, в первую очередь, это благоустройство трепортальных территорий, это установка новых детских площадок, все это предстоит, конечно, сделать, и, естественно, в этой работе мы рассчитываем на вашу активность, на ваше активное участие, потому что я считаю только с учетом мнения жителей, которые живут на той или иной территории, можно хорошо, квалифицированно, и, главное, качественно, так как именно этого хотят люди, благоустроить эту территорию. И, в общем-то, вы сами, наверное, многие, особенно молодежь, очень активно, которая пользуется девайсами, гаджетами, активно участвует, используя наши инструменты, которые мы сейчас дали людям, прежде всего, все, наверное, слышали о таком приложении Добродел на портале правительства Московской области, куда можно направить свою заявку, свое мнение высказать о том, что хорошо, что плохо, что не делается, что необходимо решать в первую очередь. Организовано голосование именно с точки зрения, чтобы в первоочередном порядке то ли отремонтировать детскую площадку, то ли создать новую площадку. Вот с 1 февраля сейчас идет голосование по первоочередному ремонту учреждений здравоохранения. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все мы участвовали активно в этой жизни, потому что жизнь-то все равно придет к каждому из нас, никто не отсидится ни за железной дверью, ни за высоким забором, жизнь все равно берет свою. Как сказал один известный политик, если ты не хочешь заниматься политикой, то политика зайдется тобой. Ну, а когда люди говорят, что нет смысла идти на выборы, вы знаете, для меня загадка. Для меня загадка, почему случилось так. Вот в моей жизни было две войны. Афганистан, Первая Чеченская война. И я сегодня точно знаю, во всяком случае лично я убежден в этом, что можно все пережить в этой жизни. Перенести любые тяготы, решения, но война это самое страшное. И поэтому, наверное, многие, особенно люди старшего возраста, готовы отдать все, лишь бы не было войны. Сохранить вот тот мир, который есть сегодня, стабильность, который мы достигли сегодня. Вот те наши устремления в день завтрашний, наше желание обустроить нашу жизнь, дать хорошее образование детям, реализовать те возможности, которые открывает перед нами сегодня наша страна. Сегодня, по большому счету, любой человек может, в общем-то, куда угодно поехать, кем угодно стать, чему угодно научиться. А уж интернет сегодня дает информацию, наверное, абсолютно обо всех процессах, о том, что происходит не только у нас, вокруг меня, скажем, но и во всем мире. Сегодня, наверное, трудно найти человека, особенно, прежде всего, говорят, обращаясь к молодежи, который бы не использовал социальные сети, не общался у них со своими родными, близкими, друзьями, знакомыми, не делился впечатлениями, чем-то, усказывал какое-то неудовлетворение в жизни. Но самое главное, опять-таки, мы уже не отвятываемся назад, мы уже забыли о том, что было еще, не будем далеко ходить, пускай, где-то даже 10-15 назад, я уже не говорю, там почти 30 лет, когда еще была еще страна наша СССР, я очень хорошо помню эти события, и 89-й год, потом 91-й год, потом 93-й, события у Белого дома, потом эти воины, Чеченская первая, вторая и так далее. Поэтому, знаете, я когда тоже вспоминаю свои юношеские годы, слушал рассказы бабушки, родителей о том, как непросто им живут послевоенные годы после Великой Отечественной войны, я думал, что никогда ничего подобного не повторится. Но, к сожалению, жизнь устроена так, что в эти послевоенные годы наша страна, тогда Советский Союз, а потом уже молодая Новая Россия, вольно или невольно стали участниками 53 локальных войн и конфликтов. Из общей, прошу извини, 56, это не считая Сирии, а всего за эти годы было в мире 83 локальных войны и конфликтов. И сегодня, кстати, отмечается одна из таких дат, вот так совпало, сегодня отмечается 29-я годовщина вывода наших войск из Демократической Республики Афганистан, почти 10 лет войска наши находились там, там выполняют интернациональный долг. Поэтому забывать об этом нельзя, помнить об этом нужно всегда, и самое главное, не допустить, чтобы это повторилось вновь. Сегодня еще среди нас живы участники Великой Отечественной войны, кто своими глазами видел, что такое Великая Отечественная война. Это самая страшная беда, трагедия, можно сказать, прошлого века. И поэтому сегодня, вот так, с одной стороны, отмечая такой великий праздник Масленица, конечно, мы хотим, чтобы это никогда не повторилось. Дорогие друзья, я вас от души поздравляю с этим замечательным праздником и желаю, чтобы в каждом доме царили мир, радость и благополучие. С Масленицей, друзья, с праздником! АПЛОДИСМЕНТЫ Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! Вы готовы? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ушки на настриле? АПЛОДИСМЕНТЫ Ладошки подготовили для аплодисментов? А ну, покажи себе, как умеете аплодировать. Раз, два, три, четыре, пять В сказку всех хочу позвать Внимание, внимание Открывается веселое гуляние Тебя, мастерница, шепел Тебя, мастерница, шепел Тебя, мастерница, шепел ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА